Сейчас вашему вниманию тема, которая интересует тех, кто больше хочет знать о единстве. Ченнелинг идеология единомышленников. Контактер Софос. Ведущий, мы приветствуем вас. Мы хотим открыть ченнелинг на тему идеология единомышленников. И просим сообщить, кто сейчас на канале. Высшие силы, я приветствую вас. Я учитель Пантелеймон. Насколько вам известно, это моя тема. Я рад вас видеть в таком достаточно разнокалиберном сообществе. Но это даже более интересно, чем если бы вы были подготовленными продвинутыми эзотериками, учениками или учителями. Интерес состоит в том, что у каждого из вас существует определенная платформа. Эта платформа направлена в будущее. В этом будущем создается потенциал того, что вы хотите или можете создать. Я делаю акцент на хотите и можете. Дело в том, что у одних людей есть уверенность в том, что вы можете, а у других есть только пожелания к этому будущему. И вот на этом я хочу заострить ваше внимание. Идеология единомышленников выстраивается на том и основана на том, что человек уверен в том, что он сделает. Потому что он является творцом пространства. Он является частью коллективного сообщества творцов. Само творение в системе вашего будущего есть коллективное сотворчество. А следовательно, те из вас, кто еще не представляет реально, что они могут в будущем, является только началом. Являются только начинающими путь некоторого неуверенного ощупывания пространства будущего. Как вам уже объяснили, это пространство будущего будет содержать то, что содержалось в прошлом с небольшими изменениями состояний. Как вам уже сказали, эти состояния будут отягощаться теми или иными конструкциями, которые как кирпичики накладывают деструктивные цивилизации. Несмотря на то, что учителя пытаются сбросить эти состояния. Сценарий правой мерности подразумевает очень сильное разделение людей на платформы восприятия пространства. Вы пока не чувствуете этого, хотя многие уже ощутили это на родителях, на ближних людях, которые идут как бы вторым эшелоном общения. Эти платформы не просто разделяются, но вы теряете друзей, состояние общения и понимание с теми, у которых эти платформы как бы отходят от вашей. Это не означает, что эти люди потеряют свой опыт. Они его закончат, но только совершенно в других состояниях, чем вы себе представляете. А те, которые уходят вправо, начинают обрастать, начинают увеличивать свои состояния новыми энергетическими вкладками, потенциалами. И эти вкладки и потенциалы создают у вас вектора целеустремления, вектора понимания будущего, которые вы хотите сформировать. Другой вопрос, что у вас у многих нет фантазии. А также, если и есть, то эта фантазия не имеет возможности реализоваться, поскольку у большинства из вас есть привязки к 3D. И эти привязки 3D постоянно сбивают этот чистый лист бумаги, платформу фантазии в сторону, постоянно искажая ее, постоянно заставляя вас думать, точно так же, как вы думали раньше. А следовательно, идеология единомышленников должна быть основана на свободном проявлении себя в пространстве будущего. А это делает ответственными и вас, и ваших соратников, единомышленников с точки зрения начала этого процесса. Что такое идеология? Идеология – это некий путь. Идеология – это некое начало и некий уже конец с точки зрения развития. Почему я говорю конец? Дело в том, что развитие не имеет конца, но есть целевой вектор, который устремлен в том направлении, которое вы реализуете. Если вы хотите раскрыть в себе творчество, раскрыть в себе состояние ясно понимания, ясно виденье – да, это развитие. Но если вы будете это делать в одиночку, то вы будете идти очень долго и медленно по этому пути. Если только вас не поддерживают те учителя из тех цивилизаций, которые уже умеют делать это быстро. Тогда вы должны быть заточены под этот опыт еще перед инкарнацией. И в вашей ячейке должна быть такая энергетическая пластина, которая сразу же создает реализацию этого опыта. Но если у вас такого опыта нет, то ваш путь лежит через единение, через идею, через систему понимания друг друга. Я не буду сейчас говорить про растождествление, про систему внутреннего понимания себя и других, но сейчас я вижу, сканируя ваше пространство, что вы относитесь друг к другу не только с непониманием, но и с некоторым недоверием, с некоторым созерцательным началом. Во многом вы считаете, что вы выше или вы превосходите других. Такого понимания вообще нет в системе учителей. Вы все одинаковые. У вас всех есть один опыт. Только состояние восприятия этого пространства у вас разное. Потенциал программ высшего я у вас примерно одинаков. А следовательно и аналитическая возможность состояний у каждого из вас примерно одинаковая. Вопрос только в том, насколько вы эту одинаковость переживали и накопили в себе. Так вот, перенос в идеологию этих состояний есть проблема и есть ваш будущий опыт. Создать идеологию единства, создать идеологию понимания на базе учительской системы это одно. А вот создать ее на базе цивилизаций это другое. Вспомните революцию, вспомните коммунизм, вспомните любую партийную систему. Очень быстро на щелчок пальцев создается идея. И тут же появляются сподвижники, и тут же появляется партия. Пусть даже она несет совершенно другие цели и задачи, которые вы хотели бы видеть. А многие задачи сейчас даже вообще непонимаемые. Это идеологии на базе цивилизации. С другой стороны, есть идеология учителей. Учителя сопровождают только религиозные эгрегоры. И к религии вас подводят не сразу. И вы это чувствуете, понимаете. Вы же не сразу поверили в Бога. Вас приучали, вас приобщали к иконам, к вере, к системе понимания божественного. Вы находились в системе веры достаточно долго. Я говорю не обо всех, а об основной части вас. Веря в Бога, вы прикасались к чему-то возвышенному, к некой системе понимания вышестоящей системы. Пусть даже в том варианте, который преподносит православная система. Но эта система была именно такой. И в тот момент она подходила вам. Сейчас православная система для вас уже является прошлым состоянием. Поскольку она не объясняет всего того, что вы уже узнали. И всего того, что сейчас происходит в мире. Она не является для вас объяснением. Она является лишь неким состоянием возможностей. Закреплением себя в неких решетках религиозных конструкций. И вот дальше возникают вопросы. А что дальше? Какую идеологию вы готовы предложить себе? Какую идеологию вы хотите создать в пространстве четвертой мерности? Эта идеология есть. И она существует в разных ипостасях, в разных наклонениях. Но единственное, в этой идеологии существует и свобода, и радость, и счастье, и пространственно-временные конструкции, которыми можно управлять, но только коллективно, только сообща. И вот основа идеологии понимания 4D это коллективное управление пространством восприятия будущего. Коллективное управление пространством восприятия будущего, это есть идея. А как и куда пойдет это пространство, это уже ваше творчество. Подсказывать мы можем до бесконечности, но идея именно такая. Чтобы дойти до коллективного управления пространством будущего, вы должны соединить все свои наработанные платформы в единоцельное понятие, в единый мускул, в единую систему понимания, в единую понимаемую платформу, на которой вы будете стоять точно так же, как раньше стояли коммунисты и комсомольцы, защищая свою родину. Точно так же, как те же самые фашисты нападали на Россию и стреляли в русских людей. У всех у них была идеологическая платформа, и они в нее верили. И все те, кто стреляли друг в друга, отдавали жизнь за идею. Мы не говорим о том, что надо стрелять друг в друга или отдавать жизнь. Мы говорим о том, что идеологическая платформа, на которую вы становитесь, становится вашей верой. Вашим состоянием, вашей уверенностью в будущем пути. Сейчас этой веры нет. Она находится только в зачатке. Она находится только в системе понимания некоего в соответствии неких желаний. Самое главное, даже не то, что у вас нет веры, у вас нет понимания сходимости. И вот эту проблему надо преодолеть. А следовательно, второй вопрос идеологии. Это отработка и получение продуктов, которые позволят вам сходиться друг с другом. Почему я говорю продуктов? Это что-то типа игр. Это что-то типа встреч. Это что-то типа организации информационного пространства, баланса. Только тогда вы сможете сойтись. Ведь не встречаясь друг с другом, не определяя себя в едином пространстве понимания, вы не поймете, как это вообще сделать. Получается невыполнимая задача. Ведь нигде в вашем пространстве, в том числе и в Российской Федерации, нет ни одного города, где сидит 12 и более единомышленников, которые знают и любят и творят друг с другом. Такого нет. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому вторая идея, которую нужно выносить с точки зрения задач построения будущего, это создание механизмов единомышления, механизмов сходимости, механизмов восприятия себя по отношению к будущему коллективу. Пример. Если вас воспитывали в школе, учили математики, учили вежливости, учили одеваться, учили есть и так далее. И все эти механизмы совершенно точно были заточены под сценарный план, который вы исполняли. Здесь же механизмы сходимости должны быть другими. Вы должны выполнять сходимость будущего в той мере, которая необходима именно вам, вашему творению. Здесь, конечно, необходимы подсказки. И мы их дадим. Но перейти к механизму сходимости уже нужно. Потому что сейчас вы можете ходить и знакомиться друг с другом до бесконечности. И ничего не получится. Потому что ваши ментальные конструкции, программы, эго, события будут всегда вас расталкивать в разные стороны. Даже если вы будете кричать «Я хочу жить в поселении», ничего не получится. Механизмы сходимости – это проработка эго. Это ваша идеология. Поставь ее в идеологический план, и вы будете выполнять новые и новые состояния. И только тогда у вас будет получаться насыщение того ядра, которое вам нарисовали на доске. А следовательно, это ядро должно наполниться за счет идей сходимости. Идея сходимости равна идее коммунизма или комсомола. Что такое комсомол? Это воспитание молодого поколения. Что такое коммунизм? Это легенда о светлом будущем. Эта сходимость существует внутри каждой идеологической системы. Принесена ли она цивилизацией или учительской системы? Но разница в том, что идеология сходимости людей все-таки больше основана на вашем сопричастии и на вашей фантазии. Ведь если мы просто дадим вам платформу сходимости, это будет обыкновенный идеологический тренажер и не более. Но если этот тренажер будет раскрашен вами в различные краски, тональности, цвета, объемы и мерности, то это будет работать на все 100%. И третья сторона идеи есть платформа восприятия пространства. Вы сейчас уже подошли к определенной иллюзии. Иллюзии восприятия пространства. И если вы поймете, что иллюзия этого пространства несет вам в будущем только пустоту, только исполнительскую часть вашей системы, то вы должны определить для себя идею, а куда вы хотите пойти. Если ваша индивидуальная идея срастается с идеями других людей, то вы должны понять и поставить перед собой задачу, что вы идете в совершенно другую модель восприятия пространства. А следовательно, идеология создания другой модели восприятия пространства является основной. Она является не привнесенным значением, а вашим творческим союзом. Модель создания пространства, модель соединения друг с другом – это уже есть ваше представление. Пусть неправильное, пусть фантомное, пусть малореализуемое, но все равно это модель. Какие бы модели вы не создавали, они все будут ошибочными, потому что, как вы прекрасно понимаете, от задумки до реализации надо еще пройти целый путь. Но эта модель, эта идея будет уже создавать у вас представление о светлом будущем, как о городе солнце, как о поселении, в которой вы сможете реализовать свои ресурсы. И это будет вашим идеологическим составом. Пока достаточно. Я вам нарисовал три основные пути идеологической платформы. Если есть вопросы, задавайте. Вопрос. Эти 12 человек, они инкарнационно заложены для будущего поселения, чтобы иметь этот импульс творения? Высшие силы. Это все ваше сообщество. Это все люди, которых надо найти среди вас. Они должны создаться из вас, из вашей среды. Но дело в том, что кто-то из вас ближе к этим идеям, а кто-то дальше. Конечно, реализация поселения каждый раз в каждом контексте была сложной, особенно в таком формате, который идет сейчас. Ваше пространство не только не приспособлено для таких проектов, оно просто выталкивает их из себя. Но это не является причиной или каким-то взаимным отрицанием. Ваша задача соединиться с такими людьми и почувствовать. Если вы чувствуете, что вы такой человек, делайте это. Соединяйтесь друг с другом. Но не в плане того, что вы должны жить рука об руку, а в плане того, что у вас должна быть хотя бы общая система понимания и общение пространства. Если вы сейчас начнете обмениваться знаниями, у вас даже платформа знаний в десятки раз отличается друг от друга. Поэтому впереди у вас большая и интенсивная работа. Ведущий, благодарю вас. Вы прослушали тему «Идеология единомышленников». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!